Больше тысячи молодых семей получат в этом году субсидии от государства для улучшения жилищных условий. Из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов в общей сложности им выделяют больше 600 миллионов рублей. Из федерального бюджета финансирование составит 361 миллион рублей, из республиканского 250 миллионов. Софинансирование муниципалитетов будет в размере 210 миллионов рублей. Как можно стать участником программы и на что можно еще потратить выделенные средства, узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. Получить финансовую поддержку от государства реально. Кто уже смог воспользоваться субсидией, своим опытом поделятся молодые семьи Якутска. Субсидию могут получить семьи, в которых оба или один из супругов не достигли 35-летнего возраста, как и еще существуют требования к кандидатам, и чем чревато неосвоение выделенных средств, узнаем в интервью с министром архитектуры строительного комплекса Якутии Верой Кузаковой. Якутия – один из немногих регионов страны, предельно честно заявившая о реальных объемах аварийного жилфонда, признанного к 2012 году. Руководители фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин и Константин Цицин проконтролировали ситуацию с реализацией программ переселения в Якутии. Как оценили новые дома для переселенцев и успевают ли республика к закрытию программы? Об этом в нашем материале. Семья Захаровых уже вовсю занимается отделкой и обустройством своего нового доходажного дома. Людмила мечтает о своем уголке, где сможет заниматься рукоделием, а Джулустан – о настоящей мужской мастерской. Мы хотим больше в современном стиле? Да. Я хочу строить гараж и там сделать свой мужской уголок. С сыном поиграть там. С сыном поиграть там. А мы для девочек, я хочу себе рабочую зону, где я могу, ну там, повышевать, шить. Троим детям молодой пары тоже будет достаточно места для игр и занятий. Кроме того, в будущем планируют благоустроить дом. В общем, работы впереди еще много, да и едей не отбавляй. Однако всего бы этого не было, говорят супруги, если бы не субсидии от государства по программе обеспечения жильем молодых семей. Без помощи такой мы бы не смогли построить дом. Или бы маленький построили бы, или бы так и жили в квартирке. Поддержку получили в размере больше миллиона рублей. Это 35% от расчетной стоимости жилья, которая полагается семье из пяти человек. Высчитать положенную сумму не столь сложно. В каждом муниципалитете есть свой норматив на каждого члена семьи. И суммируя эти цифры, можно получить общую площадь положенного жилья. От его средней стоимости высчитываем размер субсидии. Отметим, что средства можно использовать не только на строительство дома или покупку квартиры. К примеру, многодетная мама Юлия Попова с помощью поддержки покрыла большую часть ипотечного кредита. Мы очень рады, очень счастливы, что мы получили, воспользовались такой возможностью. Потому что, допустим, мы брали кредит на 25 лет, а сейчас, после того, как мы получили сертификат, у нас будет срок уменьшен буквально лет на 10, на 15. Это же очень здорово. Главное, как говорят наши герои, ответственно подойти к этому шагу, собрать все необходимые документы и подать заявление. Все то, что необходимо знать, есть на сайтах как Минстроя Якутии, так и муниципальных органов. Сколько уже соглашений было подписано с муниципальными образованиями республики на предоставление субсидий для молодых семей? На сегодняшний день уже подписаны 30 соглашений, 6 муниципальных образований еще не подписали. Это Абэйский улус, Аннабарский, Верни-Колымский, Горный, Нюрбинский, Алюкминский улусы. Им надо в ближайшее время заключить соглашение, предоставить нам для того, чтобы уже шла реализация. Списки участников сегодня почти сформированы. Правда, некоторые муниципальные образования меняли списки, там разные были причины. Но на сегодняшний день практически все списки, кто будет участвовать в этих программах, они сформированы. Что нужно сделать для того, чтобы попасть в программу обеспечения жильем молодых семей? Они должны быть в списке нуждающихся на приобретение, улучшение жилищных условий. Ну и другие соответствующие документы, подтверждающие. Это, во-первых, подтверждающие, что они жители того или иного населенного пункта, то есть в городе с пропиской. Что у них нет другого жилья, или земельного участка, или индивидуального жилого дома. То есть вот эти документы, которые требуются для того, чтобы они вошли в список. А в какие сроки должны отсвоить средства? С момента получения, в течение 7 месяцев, они должны заключить договор. Или приобрести квартиру на вторичном рынке, или заключить договор на строительство индивидуального жилого дома. Чем чревато неосвоение денег в срок? Ну вот здесь хотела бы обратиться и к главам муниципального образования, и для всех наших участников, которые планируют по данной программе улучшить свои жилищные условия. Они должны очень активно отработать, потому что средства не будут восстанавливаться. Если в прошлом году еще те деньги, которые не были освоены своевременно, мы их, вот так, в федеральный бюджет возвращали, и в начале года, в первом квартале следующего года, проводили работу по восстановлению этих средств, то в этом году уже в соответствии с нормативно-правовыми актами требования очень ужесточились, и эти средства, они будут восстановлены. В Нерюнгринском районе самый крупный объем аварийного жилфонда. В самом начале программы республике и муниципалитету предстояло переселить порядка 9 тысяч человек из больше чем 3,5 тысяч аварийных помещений. Именно поэтому для обсуждения хода реализации программы выбрали его центр город Нерюнгри. В городе Нерюнгри по программе переселения к 2012 году в реестр был внесен 91 аварийный дом общей площадью больше 70 тысяч квадратных метров. Строительство идет полным ходом, и каждый этап переселения выполняется на 100% в срок. Этап 2016 года выполнен чуть больше чем наполовину. Здесь в микрорайоне Сосновый должны построить еще 5 многоквартирных домов до закрытия программы. В них переедут 280 человек. Сегодня в микрорайоне уже живут люди. Три дома ввели в эксплуатацию еще в 2015-2016 годах. Глава республики Егор Борисов вместе с руководителем наблюдательного совета фотосидейства и реформирования ЖКХ с Сергеем Степашиным побывали в одной из квартир и встретились с их жильцами. Уже в завершении своей поездки, подводя итоги дня, Сергей Степашин упомянул этот визит в ответе на вопрос о качестве строительства. Я вам скажу, что это очень прилично. И тепло, хорошая архитектура, очень удобные дома, жалоб не было у людей. И узнать очень приятно, что тема энергосбережения здесь не пустой. Егор Борисович не сказал об этом на совещании. Так и надо строить. Хватит строить новые хрущевки, чтобы потом их сносить, как в Москве сейчас. Что касается энергосбережения. На совещании не раз отметили успешный опыт республики в строительстве умных домов. Целый микрорайон возвели в поселке Жатай. Все 10 домов в нем по программе переселения жителей из аварийного жилья. Якутия стала одной из немногих регионов страны, которая вместе с улучшением жилищных условий позволила жителям сэкономить на коммунальных платежах. Говоря о качестве, Егор Борисов побывал в семье Черепиных в поселке Чурман. Они переехали в новый дом в прошлом году. Впервые, как рассказывает мама двоих маленьких детей Людмила, зима прошла без болезней и затрат на лекарства. Перестали просто болеть, мы начали задыхаться в кассе. Я только-только-только уже начала отходить, потому что от гребка просто начались и грусти. И вправду условий, в которых жила семья раньше, кроме как нечеловеческими, не назовешь. Старая двухэтажка находится в нескольких километрах от поселка. Раньше здесь жили работники ГРЭС и строители БАМа. Но со временем процветающий микрорайон начал приходить в запустение. Состояние домов ухудшалось. Бывало, что зимой в квартирах стояла минусовая температура, а Новый год семьи встречали в теплых куртках. Но самое главное – подкосилось здоровье молодой женщины и не от холода. До сих пор с комом в горле она рассказывает, как в один день обычная прогулка с ребенком обернулась для нее. Месяцами лечения и годами обследования в больницах. Я с маленьким ребенком со садика, не с садика, на руках вот так по вот этим лестничным проходила, несколько раз падала. Раздавила себе межпозвоночный диск. Потом от нагрузки работы у меня появились две грыжи. Сегодня Людмила вспоминает это время как страшный сон. И не скрывая эмоций, благодарит руководство как муниципалитета, так и республики за новый этап жизни. Спасибо, что у нас глава, он контролировал, ну конечно Борис Егор Афанасьевич тоже у нас контролировал, как бы по жесткому направлению. В целом в Чурмане за время программы новые квартиры получили уже больше 900 человек. Осталось обеспечить жильем еще порядка 450. Для них дома строят компании «Альянсы» и «Орионстрой плюс». С ходом строительства ознакомился глава республики в рамках своей поездки. Нет проблем, нет. Деньги есть? Да, да, да. Как у начальника участка проблем нет. Есть материал, есть рабочая сила, есть техника. Как бы для меня на данном этапе все нормально. В соседнем поселке Серебряный Бор ввели в рамках программы 6 домов. 18 строятся, работа идет, но уже сегодня можно сказать, что 6 домов, скорее всего, достроить в срок так и не успеют. И они все должны в первом сентябре. В первом сентябре, да. Вчера шлятся, что первым сентябре. В отношении директора компании главного застройщика поселка ООО «Рост» Алексея Буракова уже предприняли меры. Егор Борисов включил строителя в список недобросовестных застройщиков и подрядчиков, сорвавших сроки программы переселения. А также отметил, что директор стоит первым в списке прокурорских проверок. Отметим, что в Нерюнгре программа переселения реализует сразу тремя способами строительства новых домов, выкуп помещений на вторичном рынке и выплата компенсации. Вторичное жилье ни в чем не уступает первичке. Доказательство тому, первый дом в стране, который теперь имеет знак домообразцового содержания, сразу двух уровней – республиканского и федерального. На церемонии вручения таблички, подтверждающей статус, Сергей Степашин, упоминая о главной цели своего визита, отметил, Якутия – одна из немногих регионов, предельно честно заявившая об объемах аварийного жилфонда. Кстати, я должен сказать большое спасибо руководству Якутии за то, что это один из немногих регионов нашей страны, который честно показал практически то, что было выявлено в качестве аварийного жилфонда. Поэтому, конечно, программу продолжать будем. Недавно об этом сказал наш президент. На самом деле, совсем недавно Владимир Путин на заседании Госсовета поручил правительству государства разработать новые механизмы и программы переселения, которые будут работать на территории страны уже в постоянном режиме. Также он напомнил, что в погоне за количеством нельзя пренебрегать к качествам строительства. Поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. Работа в этом направлении с Якутии уже началась. На совещании Егор Борисов внес предложение использовать опыт республики по строительству энергоэффективных домов. В свою очередь, оно нашло отзыв у фонда, и теперь вполне возможно, что его внесут на рассмотрение следующего заседания Госсовета. В целом, разговор прошел в позитивной атмосфере. И в завершении Сергей Степашин подытожил, что республика успешно справляется с поставленными задачами. Это один из самых больших показателей в нашей стране. А с учетом сложности климата, вечной мерзлоты, завоза материалов, стоимости, я считаю, это очень хороший показатель. Кстати, об этом я проинформирую и Владимир Владимирович. Мы же раньше как занимались? В основном жилье строили благостроенное в Якутии, в промышленных центрах, но нигде в сельской местности. А сегодня мы охватили всю территорию Якутии. Это люди на себе чувствуют. Вот этого нельзя остановить. Поэтому мы, республика, сегодня занимаем позицию такую, что эту программу надо продолжить. Сегодня предварительные итоги можно подвести следующим образом. В республике программа реализуется в 43 муниципальных образованиях. Исполнение на текущее время составляет больше 70% плана. Построено 8 тысяч домов общей площадью в 345 тысяч квадратных метров. Новое жилье получили больше 20 тысяч человек. В том числе построены 237 многоквартирных домов, а также 115 тысяч квадратных метров жилья, выкупленные на вторичном рынке. 12 муниципальных образований уже полностью закрыли программу и обеспечили новым жильем переселенцев первой волны переселения. На сайте фонда содействия реформирования ЖКХ рейтинг районов по республике сложился следующим образом. Среди лидеров оказались Амгинский, Верхнеколымский, Сунтарский и Оленёкский районы. Остальным же, как говорится, стоит поднажать. Ведь до 1 сентября осталось всего ничего. Чуть больше трех месяцев. Это был Квадратный метр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok